Я вовремя ухожу, я вовремя ухожу, я не опоздаю Утро, это Джон и Ева, и сегодня будет классный день В поиске парковочного места Вообще, здесь, по-моему, ну, это точный факт, что есть больше машин, чем парковочных мест По-моему, здесь где-то машин 8000 мест 5000 Поэтому, если ты чуть-чуть пораньше не подъезжаешь, то не получается никак Сейчас тесновато Вот, ищем, ищем, ищем Минец-то нашел, я искал минут 10-15, где-то так Нам нужно было ждать, пока другие уроки не закончились Чтобы все вышли и постепенно освобождаются тогда места Получается, что это значит, что я уже опаздываю Но я старался И на этом уроке очень много студентов, так что не будет сильно заметно Сейчас захожу в совсем новое здание Такие классные лестницы Здесь очень много лестниц, потому что здесь горы И, в принципе, все построено на холме Я скоро покажу ступенки еще побольше По которым я поднимаюсь каждый день обычно Урок начался, но я хочу показать немножко аудиторию, чтобы вы видели Какие здесь бывают Какие здесь бывают Я сейчас Залду Я думаю, что Чуть позже я постараюсь объяснить вам систему образования здесь в США А сейчас я иду в русский хор Так что, ну, это хор здесь в университете, где поем на русском исключительно Ну, на украинском тоже, по-моему Но я постараюсь снимать немножко, чтобы было слышание Чтобы дать себе достаточно места, чтобы идти даже громче, хорошо? ПЕСНЯ 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 Хорошо, буду рассказывать немножко о системе образования здесь, в США. Я учусь в университете имени Бригама Янга в штате Юте, и я думаю, что одна из основных разниц, или различия, это, как я понимаю, в России, в Украине обычно люди сначала выбирают специальность, на кого они учатся, например, в медицинской школе, и у вас есть группа, и класс, группа, и вы все учитесь вместе, ходите практически на все уроки вместе, по большому счёту. А у нас всё смешано, на самом деле даже не нужно выбирать специальность вначале, можно просто ходить на общие предметы, можно сказать. И на один урок могут ходить студенты из всех специальностей, например, если у кого-то специальность бизнес, и у кого-то специальность математика, им обоим, скорее всего, нужно уроки по статистике, например. И тогда все студенты из всех специальностей ходят на один урок. И поэтому получается, что людей там очень много. У меня специальность русский язык, и под специальность, как у нас говорят, лингвистика. языка, но на каждом уроке много разных людей каждый раз, так что я, по-моему, есть человек 200, у кого есть специальность русский язык, но я знаю, наверное, 50 из разных. Так что этим отличается. Еще в каждом вузе обычно есть базовые курсы. То есть каждый студент в моем университете, например, нужно брать определенные курсы базовые. То есть, несмотря на то, что у меня специальность русский, мне нужно было делать уроки биологии, есть еще математики, общей науки, там, история и еще там много их на самом деле. Каждый студент берет все эти необходимые курсы, и на самом деле можно не определять специальность до, ну, как года-два можно не определять, или можно сразу, как я сразу определил, что я хочу специальность русский. Но это, возможно, вообще откладывать, и некоторые студенты его очень долго учатся, потому что они долго выбирают специальность. Еще особенности, здесь много гибкости еще, можно выбирать что хочешь, как мало ограничений. Например, у меня специальность русский, но если мне интересно учить какой-то язык программирования, я могу еще ходить на такие уроки. Или даже как уроки по биологии, или химии, как все, в принципе, можно. И это ты платишь определенную сумму, и можно выбирать, какие предметы ты хочешь. И последнее, наверное, что я скажу, это что у нас нет пятибалльной системы. У нас в течение семестра учебы ты можешь видеть свою оценку как процент. И в конце семестра ты получаешь букву. То есть обычно, например, чтобы получить А, это девяносто три процента и выше. У нас чаще всего от девяносто до девяносто трех – это А с минусом. И дальше, от восьмидесяти семи до девяносто – это Б с плюсом и так далее. И, наверное, возможно, вы слышали, есть еще такая система, называется GPA. И GPA – это четырехбальная система. Так что система работает так. В итоге ты получаешь букву. И тогда это каждая буква, например, А – это высшая оценка, и это четыре ноль. И это как, ну, это как совершенно, в принципе. Дальше, по-моему, А с минусом – это 3,7. И дальше, по-моему, Б с плюсом может быть 3,5. И они делают среднюю оценку из всех оценок, которые ты получил всех букв. И ты получаешь еще такую оценку по четырехбальной системе. И по такой оценке ты можешь поступать дальше, например, в магистратуру или даже после школы они дают тебе такую оценку по четырехбальной системе. Обычно, чтобы поступать куда-то нужно как минимум 3 из 4. Хорошие оценки считаются, ну, выше 3 из 7. 3,7 – это неплохо, а когда уже 3,8, 3,9 или вообще 4, это значит, что у вас всегда было обычно выше 93, то есть всегда А по всем предметам. У меня сейчас 3,8 – это несовершенно, но это неплохо. И, наверное, это все. Будут ли у вас вопросы, задавайте, я постараюсь отвечать в дальнейших влогах. Нужно похудеть, покупаю эти овсяные хлопья, яблоко, бананы, яблоко, сейчас смотрю, тунец, 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 тунец. Башня тунца превратится в мышцы. Сейчас я кушаю макароны с сыром. У меня осталось всего 3 коробки, так что нужно доесть, там больше не буду покупать. Нужно более полезную пищу кушать. Мы с Чефом идем на Bro Date – свидание для парней. Ну, потому что Ева в Москве. Так что это будет музыка ситар – это инструмент из Индии, по-моему. И я постараюсь немножко снимать, чтобы вам показать. Я просто никого за волнение. Я ищусь в свою жизнь. Субтитры создавал DimaTorzok .. Субтитры делал DimaTorzok Иду бегать с Виктором опять Я пошел Я не умер Я пробежал 5 километров За Чуть-чуть больше Половины часа Привет Привет Так что Вот я жив Будем стремиться быстрее это делать Км за 30 минут неплохо Но я давно-давно не бегал Я помню Когда мне было лет 14 Я пробежал 5 километров За 20 минут Так что есть к чему стремиться Но Я думаю что по чуть-чуть Будет лучше И сегодня тем более было чуть-чуть сложнее Потому что я вчера Тренировал ноги Так что Вот такие дела Еще один день прошел И я еще жив Классно Есть чему радоваться Вот это мой первый бег Мне кажется что довольно неплохо получилось Если вам понравилось Подписывайтесь Ставьте лайки И мы еще увидимся Давай Пока Пока